Ротации, говорю, в правительстве никакого значения не имеют, потому что чиновник, любой чиновник, он выполняет приказы, он их не придумывает. Бывает правительство, где у людей есть политические взгляды. Ну вот, например, там Кудрин, скажем, он, условно говоря, имеет определенные взгляды на бюджет. И едва ли он стал бы делать бюджет, который не соответствует его взглядам. Но в нашем правительстве таких мало, или нет точнее людей. И вот Рогозин, он имеет репутацию, пиар, образ ястреба. Но это не имеет абсолютно никакого значения, потому что если надо, он будет голубем, а если надо, он будет ястребом, он технически исполнитель. А линию, политическую линию в стране, на 100% определяет один единственный человек, Путин, больше никто. Поэтому, кто приходит в правительство, кто уходит из правительства, это имеет значение с точки зрения их технической эффективности. Ну вот, допустим, Кириенко считается эффективным чиновником. Не знаю, так это или не так, но считается. А кто-то другой считается неэффективным чиновником. Но решение, что делать, куда идти, говорит один единственный человек. Еще раз могу повторить, что такого в нашей стране не было с 1953 года, со смерти Сталина. Потому что даже самодор Хрущев, и уж тем более совсем не самодор Брежнев, считались с коллективным так называемым руководством. То есть с политбюро, с президентом ЦК. По крайней мере, эти могли на них повлиять. А Хрущев, когда совсем перестал считаться и стал окончательным самодором, его, как известно, выгнали. Должность президента, то есть царя, в России это царь, ввел Горбачев, чтобы отделаться от КПСС. Но Горбачев по условиям распадающейся страны раз, по условиям своей крайней низкой популярности два, и по условиям своего слабого и глупого характера царем быть не мог. Поэтому должность там придумал, да воспользоваться не мог. Царем был Ельцин, который очень любил, когда его называли царь Борис, это была его любимая забава. Но по условиям пьянства, по условиям болезни, по условиям своей крайней, запредельной непопулярности, он был очень ограничен. Путин молод и здоров, популярен. Царский трон для него сделали Горбачев и Ельцин. А сесть на него в полную силу смог он. К этому надо добавить его необыкновенную популярность, устойчивую популярность в течение 18 лет, которая связана с тем, что, во-первых, на фоне своих предшественников Путин выглядит великолепно, конечно, это раз. Во-вторых, невероятный подъем жизненного уровня в 2000-2008 году, просто фантастический взлет, это два. И третье, Путин великолепно чувствует народ и умеет прекрасно льстить народу. Он нажимает ровно на те эрогенные зоны, которые вызывают соответствующую реакцию, дают сразу катарсис. В последнее время, как мне кажется, его популярность несколько спала, что вполне естественно, 18 лет подряд руководить страной, и последние почти, ну да, 8 лет, в общем, застой в экономике, уровень жизни не растет. Но, тем не менее, опять же, конкурентов у него нет, сравнивать с ним некого. Любые выборы на фоне Зюганова, Жириновского и Явлинского он выигрывает автоматически с результатом 100%. Вот, ну и кроме того, народ у нас вообще очень монархический. Он вообще считает, что, да, чиновники плохие, бояре плохие, царь хорошая. Почему? Потому что белый царь – это олицетворение порядка. Как говорил Горький, царь должен быть не в Петербурге, а в голове. Но царь в голове – это и есть царь в Петербурге. Это тот, кто организует социальное пространство. Это тот, кому все подчиняются, тот, кто задает правила игры. Есть царь – есть Россия. Нет царя – нет России. Это у всех в подсознании сидит, в подкорке сидит. Поэтому, даже если бы на месте Путина был человек, гораздо менее умеющий выловить настроение народа, гораздо менее умеющий играть на этих струнах, он все равно был бы популярен. Надо очень постараться быть пьяницей Ельциным, быть совершенно неадекватным Горбачевым, который пилил суп под собой, когда страна просто рассыпалась на куски. Надо очень постараться, чтобы царь утратил легитимность в глазах народа. Если вообще ничего не делать, то легитимность у тебя будет большая. Если делать так, как Путин, то легитимность у тебя будет невероятная, которая у Путина есть. Вот, собственно, и все. А чиновники, еще раз повторяю, это просто клерки. От них столько же зависит политика, как от водителя такси зависит, куда вы поедете. Вы садитесь и называете ему пункт назначения. Он едет хуже, едет лучше, едет ровно туда, куда вы его послали. Вот все.